Балтик Фокс Бенчмент написала на своей страничке очень пафосно и с такой заявкой, что это первый нож, изготовленный из цельного. Куска Титана с замком Аксис и черед музыки. Почему черед музыки? Потому что название этого ножа Антем переводится как гимн, торжественное исполнение гимна, псалома, то есть что-то такое прям возвышенное. Ну и по факту перед нами действительно очень пафосный такой джентльменский фолдер, стоит он на сайте Benchmade 500 долларов и в магазине Балтик Фокс он стоит 500 евро. За вычетом налога на покупку и пересыла получается, если покупать из Эстонии, то сурово дешевле, чем заказывать на сайте Benchmade.com. Так вот, общая длина этого чуда 204,7 мм, длина клинка 88,9 мм, толщина клинка 2,845 мм, вес 103,76 грамма, сталь стоит CPM 20CV, заявленная твердость 59,61 единица по шкале Rockwell'а. И, собственно говоря, помимо того, что здесь Axis и Drop Point клинок, конечно, самая фишка этого ножа не только в крутой стали на клинке, но и в том, что рукоять действительно выполнена целиковая из титановой заготовки. И это, блин, очень красиво. Нож на самом деле сидит в руке, ну, именно сразу же чувствуется его какая-то вот интеллигентность, его какая-то не повседневность, что ли. Хотя это именно и DC-шник, резачок, лёгкий такой под костюм при наличии, скажем, известного количества денег. Человек покупает этот нож и наслаждается этим качеством, наслаждается вот этим тонким, тонкой рукоятью, но очень такой красивый. Действительно, нож реально красивый, тут уже не поспоришь, он действительно прикольно сделан. Ну, давайте поближе к рукояти. Рукоять у нас такая не толстая, сплошниковая, ну, титановая, как уже было ранее сказано. И под мою руку она и коротковата, и тонковата. То есть, каких-то серьёзных, скажем, рабочих задач, конечно же, на этот нож возлагаться не может. Чуть-чуть порезать, чуть-чуть подрезать и рассылать вокруг себя, распылять флюиды понтов. Вот его задача. То есть, это действительно такой нож уже, можно сказать, статусный, и он красивый, и он привлечёт внимание. Если вы достанете его из кармана, то если человек хотя бы на секунду чуть-чуть разбирается в ножах, то он обязательно обратит внимание, конечно же, на то, какой у вас нож. Рельеф рукояти такой, он чувствуется, но он не шершавый. Он такой гладкий, очень приятная такая чешуя идёт. И так же приятно, конечно же, выглядит очень красиво клипса. Клипса выполнена так же из титана и такая же чешуйчатая. И в положении тип-ап переставляется под левую руку. Клиночек у нас, ну, всё-таки я бы сказал, что с малюсеньким смещением вправо идёт. Открывается неимоверно легко. Очень легко, несмотря на то, что здесь нет никаких подпружинивающих механизмов, никаких ассистов. Очень легко. И вот у нас, посмотрите, каким образом интересным... Сейчас мы поймаем, обязательно поймаем. Видите, каким интересным образом у нас закреплена пружинка, вот эта аксиса. Ну, я думаю, что видно. Кто... Вот, поймал освещение. Видите? Нож мало того, что очень легко открывается, он ещё очень комфортно открывается с точки зрения именно расположения шпенька. Неимоверно. Довольно серьёзная такая здесь идёт подпальцевая выемка под указательный палец. И мне нравится, что шпенёчек здесь сделан аккуратный, не длинный, и он не выступает за границы рукояти. То есть, всё действительно здесь не столько как бы упираешься пальцем, сколько подцепляешь его. И это очень комфортно и очень легко получается сделать. Шпенёк тоже на две руки, под правую, под левую руку. Очень такой аккуратный, у нас аккуратное, очень классическое лезвие. Очень аккуратный клин. Такой практически от самого начала обуха идёт плавный дроп. Это у нас плэйновая версия и есть серрейторная версия. Непривычный для бенчей такой сатин. Обычного бенчей сатин выглядит как такая лапшичка поперечная. Бабочка бенчмейт 781 номер модели. Гордо имя стали 20CV. И опять же, нафига-то адрес интернет-страницы компании BenchMate. Скажите, неужели найдётся человек, который этот нож купит за 500 долларов, не будет знать адрес страницы BenchMate.com? Наверное, такое, конечно, возможно. Но, вряд ли. Аудитория этого ножа, это либо человек, который, скажем, он действительно в теме, и ему не жалко будет потратить вот эти самые заветные 500 долларов на такую вот хотелку. И, скорее всего, этот нож, не то чтобы его ждёт судьба полочника, но мне кажется, что если он будет на кармане, то он действительно там, я не знаю, на кармане костюма, на кармане джинсов, это по барабану шортов. Но суть в том, что что-то мне подсказывает, что сильно его нагружать всё равно не будут. Это именно нож просто для какого-то эстетического удовольствия, плюс немножко подрезать, скрыть упаковку, немножко что-то вот как-то порезать. Или есть другая категория покупателей, я уже об этом знаю, мне ребята рассказали из Baltic Fox, как иногда к ним приходят люди, которые, в принципе, не шарят ножах, но есть деньги. Он просто тыкает пальцем, говорит, вот это хочу. И всё. И особо вообще не заморачивается. Ни на сталь, ни на производителя, да ни на что. Ему говорят, вот это круто. И он видит, что по цене, да, действительно круто. И берёт. То есть, когда заходит вопрос цены складных ножей или ножей с фиксированным клинком, то вот рассуждения, которые ведутся именно в клубе, которые ведутся среди ножеманов, они не совсем соответствуют действительности. То есть, часто задают вопросы, да вы что, с ума сошли, я за эти деньги там куплю 5 штук того, 7 штук сего и так далее, и так далее. Все эти ножи покупаются. Все эти ножи покупаются довольно бодро, приходят новинки. И не сказать, что их прям сметают с прилавков, но они постоянно, постоянно заказываются. То есть, наша, ребята с вами, логика, она, ну, наверное, в половине случаев не работает. Человек пришёл, ему понравилось вот это вот лёгкое изящное достоинство, и он купил прямые вот эти вот спуски на, будем считать, 2 трети ширины клинка. И, конечно же, первое, что привлекает внимание в этом ноже, это не классический такой дроп-поинтовый клинок, а вот это вот самая рукоять. Ну, у меня какого-то вау-эффекта, такого как фрик или буст этот нож не вызывает. Потому что, опять же, я смотрю на этот нож глазами человека, интересующегося ножами и любящего ножи. И для меня это, конечно, такой карманный, скажем, вариант. И DC-вариант полочника. То есть, он, это нож, который вроде как на кармане, но на самом деле он у вас на кармане на полке. И, ну, он действительно красивый, я признаю, действительно премиум материал, и сделан всё здорово. Но, именно вот когда я взял в руки тот же самый фрик, совсем недавно, там реально прям доставляет. Там действительно вот этот нож берёшь в руки, и прям сразу хочется его в работу. Прям сразу же, вот прям вот так вот. Такие ножи работать не привыкли. Они привыкли отдавать распоряжение. Ну, я думаю, что все понимают мой тонкий эстонский юмор. Вот такой вот красавчик. А следующий нож, который у нас будет на обзоре, здесь всё гораздо интереснее, это Presidio 2. Такой небольшой анонс создал интригу. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...